просто сижу напротив синхротрона доброе утро ребят я уже иду на работу сегодня вторник и у меня последняя неделя стажировки и мне очень грустно и не хочу туда уходить мне так мне так там понравилось очень хорошее впечатление но сейчас еще осталось четыре дня у меня еще есть незаконченные некоторые проекты которые мне нужно сделать у меня сегодня четыре встречи сначала в 9 утра мне нужно будет сходить чтобы они проверили моего айди паспорт все такое чтобы стать стем амбассадор потом меня в 10 утра с 10 до 11 я презентую свою свои проекты то чем я занималась на встрече атласа то есть атлас это как я упоминала детектор в большом утром коллайдере в церне и почему-то мне сказали выступить на этой встрече перед умными людьми из нашего отдела физики и частиц и людьми которые работают в большом утром коллайдере на атласе вообще no pressure как бы сейчас 8.20 я уже пришла и посмотрите что у меня находится в офисе в общем штука которая у меня находится в офисе это камера вильсона cloud chamber по-английски это детектор треков быстрых заряженных частиц в котором используется способность иона выполнять роль зародышей водяных кабель в переохлажденном перенасыщенном паре как вы видите у меня очень крутой сетап это камера которая у меня подключена к компьютеру и там у меня написан код чтобы это все считывать ну в общем это все так профессионально сделано вот здесь находятся как бы вам лучше показать вот сейчас наверное видно появляются вот такие вот типа загогулинг и линии белые это заряженные частицы но в основном это электроны протоны иногда мионы и тут еще есть альфа частицы я вчера написала код и он работает прикиньте код который считывает фрейм первый кадр второй кадр и считывают именно разницу между ними и поэтому показывают только то что изменилось то есть треки а сам cloud chamber он как бы и не показывает теперь вместо того чтобы стоять там и смотреть на заряженные частицы я просто сижу около монитора с написанным кодом и смотрю на эту красоту это так круто смотреть в реальном моменте как прилетают электроны в общем все космик рейс то есть космические лучи космическое звучание которые приходят нам из космоса соответственно и это все заряженные частицы которые прилетают и проходят сквозь все это круто кстати наверное вообще не показывала я доделала код до для моей макета смс и теперь я спрограммировала игру это четыре прямых трека это восемь кривых то есть здесь по сути кривые треки показывают оставляют заряженные частицы здесь не заряженные частицы то есть например как фотон или нейтральные адроны например нажимаем электрон и он оставил часть оставил след в силиконовом трекере и в электромагнитном калориметре заряженный адрон оставляет все в силип силикон трекера и адроновом калориметре это фотон у нас оставляет свет только в электромагнитном калориметре это мион силиконовый калориметр и мионовый чембер и не заряженный адрон только оставляет свет в адронов калориметре но у меня еще есть кнопка рандомная то есть она показывает короче показывают рандомную частицу и здесь начинается таймер и мне нужно ее угадать и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы пришли на ланч И просто сижу напротив синхротрона Кстати, зацените мой постер Субтитры делал DimaTorzok Доброе утро! Сегодня четверг и сегодня предпоследний день Но, хотела бы сказать, вчера я ничего не снимала Но вчера была единственная интересная встреча для меня В общем, после работы у нас была небольшая лекция для 4-5 человек студентов От Билл Моррей он координировал группу в Большом Дрону Каладере в Атласе, детекторе, которая пыталась носить бозон Хиггса Вот так просто прочитал вчера лекцию Вчера он нам рассказывал про историю, как создавался Большой Дрон и Коллайдер, почему, как они искали, как нашли, какие у него есть properties, какое будущее В общем, очень много всего интересного Но больше всего, что меня, ну, я об этом не знала раньше Это то, что поле Хиггса и бозон Хиггса может объяснить проблему в космологии Материя-антиматерия, асимметрия Материя-антиметра-симметрия В общем, то, что у нас есть много материи, а антиматерии не так много И вот в этом проблема Он может это объяснить Также он может объяснить про модиал black holes То есть древние, самые первые черные дыры Которые, возможно, как-то тоже могут объяснить темную материю В общем, я об этом не знала Это было так круто И после этого я его забросила вопросами об этом Сегодня у нас два тура, наконец-то Потому что у нас послабления в Англии идут по коронавирусу И значит, можно теперь брать студентов и вводить их на туры по кампусу Сегодня мы пойдем в Айсес Я там уже была, если вы еще не смотрели влог оттуда, посмотрите Это neutron and neon source То есть это синхротронные ускорители И там они изучают физику различных материалов и прочее Ускоряют частицы Пойдем туда сегодня с ребятами И пойдем еще в RAL Space Это отделение в лаборатории, которое концентрируется на космосе То есть в спутниках и вот всем таким Вот, сегодня тоже туда сходим Надеюсь, что я все вам засниму Потому что это очень интересно Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы идем на экскурсию в лабораторию в Space Как бы там, где люди... What are they doing in RAL Space, though? I don't know What are they doing in RAL Space, like, what are they working on? I think that's why we're going Yeah, we can go, we can ask We're doing RAL Space! Очередной обед напротив снехротронного ускорителя На нашем обычном РАДИО- ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я думаю, что это так Да, это так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы, я вам так и не рассказала, мы сходили в Ralph Space, и там было большое-большое помещение, там, где тестируют спутники, тестируют, в общем, всю электронику, технику, которая будет в космосе, там огромный, огромный вакуумный, вакуумная штука, в которой ты сидела, в общем, это было очень круто, к сожалению, не могла там снимать, но это было очень круто. Сейчас мы идем в ISIS, в то место, в которое я ходила в прошлом блоге, но сейчас мы идем туда все вместе, с группой, и я не буду с собой брать камеру, но я поснимаю что-нибудь на телефон. Уже почти 6 часов вечера, и я ходила в Москву, 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 потому что я хотела уйти с работы, на самом деле, попозже, потому что я хотела провести как можно больше времени здесь, потому что я с последними дней, и не знаю, но я внезапно решила уйти, потому что я уже все сделала, и в чем прикол мне оставаться в офисе, тем более у нас уже, в принципе, все тоже в это время уходят, Поэтому я тоже решила уйти Сейчас я спешу на автобус Наступил последний день работы Так как сегодня последний день не только для меня, но еще для некоторых других студентов У нас сегодня очень много социальных активностей Сейчас где-то в 8.30 мы все вместе пойдем на завтрак Потому что саловы, которые находятся на кампусе, они предоставляют завтраки, обеды и ужины Там есть full English breakfast за 2 фунта Это очень нехорошо Поэтому я сейчас дождусь всех и мы пойдем на завтрак После этого в 10.30 у нас будет вот эта вот штука И там один из ученых, который здесь работает, он вчера сделал торт Поэтому он принесет торт и мы все будем Короче, сегодня у меня нет такой работы Сегодня я все завершаю И сегодня вечером мы, кстати, пойдем в паб Все вместе Не только со студентами, но еще с некоторыми учеными Это очень странно, но что еще британцы делают? Конечно же, идут в паб в пятницу Мы идем в visitor center на workshop На самом деле там просто будет тортик Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 5 минут я просто пытаюсь осознать, что так быстро время прилетело и все закончилось последние 8 недель Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И я сегодня переезжаю обратно в Портсмут Собираю чемодан и все такое И через несколько часов поеду обратно в Портсмут Я очень рада, что мне получилось сделать эту стажировку, познакомиться с такими прекрасными людьми, набраться контактов в сфере физики частиц и в Большом Адронном Коллайдере В общем, это был просто незабываемый экспириенс, и я туда еще приеду Меня там всегда, по крайней мере, ждут Следующая неделя у меня выходная, наконец-то, у меня летние каникулы Но 30 августа у меня начинается вторая стажировка, и она будет в Институте космологии и гравитации И там я буду изучать космологические модели И я не знаю, пока будет ли она онлайн или оффлайн, я не знаю Но если она будет оффлайн, надеюсь То я буду ходить каждый день в Институт космологии и гравитации И буду мешать профессорам космологии, задавая постоянно глупые вопросы Но это вы уже увидите в следующем видео Наверное, когда вы смотрите это видео, завтра у меня уже первый день этой стажировки Напишите в комментариях, что бы вы хотели узнать, увидеть из следующей стажировки Надеюсь, что вам понравилась эта серия видео из лаборатории Так же, как и мне И да, сейчас я буду собираться и переезжать, и все Спасибо, что посмотрели это видео, и увидимся с вами в следующем Пока! Субтитры сделал DimaTorzok